Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет своё предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколёсный бренд – «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаём их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам, пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. Сегодня мы расскажем о первом шестиступенчатом автомобиле для автомобилей Hyundai и Kia. Называется он просто A6. Встречаем! У компании Hyundai и Kia есть собственное трансмиссионное подразделение Powertech, которое закрывает все их нужды по автоматическим коробкам переключения передач. В 2010 году корейские инженеры представили свою первую шестиступенчатую автоматическую коробку. Вернее, это большое семейство автоматических коробок переключения передач, которые предназначены для работы с двигателями объёмом от 1,2 до 3,8 с поперечной установкой, с полным и передним приводом. Вообще, всё это семейство A6 можно разделить на три группы. A6F для двигателей объёмом до 2 литров, A6N для моторов от 2 до 2,4 литра, а также A6L для двигателей V6. Т.е. все автоматы, которые установлены на Hyundai и Kia – шестиступенчатые, это именно данная трансмиссия. Также эту трансмиссию закупал GM для установки на автомобиль Dodge Dart, а также Jeep Compass и Patriot под обозначением 6F24. Эта трансмиссия встречается и на Haval H2 и H6. Модельная маркировка нанесена на колокол этих трансмиссий. Сегодня мы будем разбирать автоматическую коробку переключения передач, снятую с Kia Optima 2015 года с двигателем 2.4. Как вы видите, у коробки разбит корпус. Но это не помешает нам рассказать о всех её важных особенностях. Эта современная автоматическая трансмиссия устроена довольно просто. В её конструкции три простых планетарных редуктора, пять пакетов сцеплений, три из которых тормозные муфты и два пакета сцепления. Соответственно, также в её конструкции есть муфта свободного хода. Гидравлический клапанный блок устроен сложнее – в нём 8 соленоидов, но это вполне стандартное количество для шестиступенчатой АКПП. Ранние версии этой трансмиссии оснащены щупом, а в поздних версиях щупа нет совсем. Снизу в поддоне есть сливная пробка, а вот уровень новой АТФ контролируется по переливному отверстию, которое находится сбоку на картере. Соответственно, новую АТФ можно залить как через переливное отверстие, а также сверху через вот эту трубку, то есть маслозаливную горловину. Полный заправочный объём АТФ по разным данным от 7 до 7,5 литров. Через сливное отверстие удается слить около 5 литров. Заправлять рекомендуется оригинальную АТФ Hyundai Kea SP4. Менять трансмиссионную жидкость надо каждые 50 000 км, но этот интервал можно увеличить, если следить за прозрачностью масла. Масляный фильтр с фетровым элементом доступен для замены только после разборки этой АКПП для капремонта. Корейские инженеры старались сделать эту трансмиссию максимально надёжной и долговечной, но у них не сразу это получилось. С 2010 года они несколько раз её улучшали. Номер ревизии и даже поколение находится в самом конце её обозначения. В нашем случае A6MF1, также есть A6MF2 и A6MF3. Считается, что все детские болезни этой трансмиссии удалось победить на модификации 2017 года. Но эта трансмиссия надёжная и долговечная. У самых внимательных владельцев она без капремонтов и с минимальными пинками в самых первых ревизиях может пройти до 300 000 км. Гидротрансформатор трансмиссии A6 имеет уменьшенную толщину, но это никак не сказалось на его надёжности и сроки службы. Но если злоупотреблять агрессивной ездой, допускать перегревы и забыть про замену АТФ, то гидротрансформатор попросится на реставрацию к пробегу до 200 000 км. Ну а разобрать нам эту трансмиссию поможет любимый и долгожданный Серёга. Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Поддон этой трансмиссии пластиковый, установлен вертикально сбоку. Поддон действительно хрупкий и может пострадать от неаккуратной затяжки винтов в неправильной последовательности и с лишним усилием. Гидроблок трансмиссии A6 имеет три основные версии в зависимости от тяжести. То есть, гидроблоки у трансмиссий A6F, A6M и A6L разные и их соленоиды невзаимозаменяемые. Как мы видим, два соленоида этого гидроблока после ДТП покинули чат. Гидроблок этой трансмиссии страдает от продуктов износа самой трансмиссии, т.е. его каналы загрязняются, поэтому при капремонте можно обойтись просто чисткой каналов гидроблока и заменой прокладок между его плитами. Из восьми соленоидов два являются двухпозиционные, т.е. шифтовые. Служат они долго. Для контроля можно измерить их сопротивление. Сопротивление должно быть от 10 до 11 Ом при 20 градусах. Но так как на складе у нас холоднее, то и сопротивление ниже. Остальные шесть соленоидов, регулирующие корейские инженеры, выбрали соленоиды VFS-типа. У них рабочая часть состоит не из золотника, а из крохотного шарикового клапана. Так вот эти соленоиды очень чувствительны к частоте АТФ и к износу самого шарика. Регулирующие соленоиды более нагруженные. Через приводимые ими золотники проходит больше масла, и изнашиваются они от этого быстрее, а подклинивание клапанов из-за износа нагружают обмотки линейных соленоидов. Штатное сопротивление должно быть 5,1 Ом. Самые нагруженные регулирующие соленоиды управляют, как обычно, главным давлением и муфтой блокировки гидротрансформатора. Здесь они находятся по краям ряда соленоидов, а вот поломка соленоидов, которые управляют непосредственно пакетами сцеплений, проявляются в скачке оборотов во время движения. В случае замены гидроблока и его элементов следует провести адаптацию трансмиссий. Есть две процедуры – одна производится в стационарном положении автомобиля, а вторая – в движении. Соленоиды и жгут проводов приходится подбирать по ВИН-коду, потому что они несколько раз модифицировались. Датчики входной и выходной скорости смонтированы на одной плате, но, как правило, показания с них исчезают, если трансмиссия, пострадавшая, настругала много стружки, которая на них налипла. Масляный насос гироторного типа служит отлично. Износ наблюдается на трансмиссиях при больших пробегах, где не часто меняли масло, а также откровенно отжигали. Известны случаи износа втулки маслонасоса. В нашем случае это игольчатый подшипник, но это происходило на откровенно изношенных трансмиссиях, на которых гидротрансформатор начал серьезно вибрировать. Трансмиссия явно умерла не своей смертью, и маслонасос в отличном состоянии. Трансмиссия еще бы жила и долго радовала своего владельца. В дифференциалах трансмиссии А6 по 4 сателлита, что увеличивает их срок службы. А вот шлицы под полуоси у этих дифференциалов слабы. Известно немало случаев отрывания шлицов во время буксования в грязи а также длительном буксовании на асфальте. Обычно эта проблема свойственна для дифференциалов кроссоверов и сопровождается хрустом. Сразу позади масляного насоса находится пакет сцеплений 3.5 реверс. Этот пакет сцепления задействован на третьей передаче, пятой передаче и на заднем ходу. Этот пакет сцеплений слабоват, и при агрессивной езде сгорает первым. Корейские инженеры выпустили усиленный пакет фрикционов, которые получили трансмиссии третьей ревизии. Соответственно, на трансмиссиях A6MF1 и A6MF2 эти фрикционы слабоваты. В нашем случае автомобилю именно с этой коробкой давали прикурить, потому что немного сбиты зубья фрикционов. Далее находится тормоз 2.6, который задействован на второй и шестой передачах. На смену этих фрикционов были предложены более усиленные. Вообще, износ этого пакета сцепления происходит из-за общей усталости плохо обслуженной трансмиссии, то есть отклонение в работе гидроблока, снижение давления АТФ из-за утечек по уплотнениям – это всё приводит к износу фрикционов этих мофт. И по состоянию у нас здесь всё – огонёк. Одна из досадных детских проблем этой трансмиссии – это откручивание крепёжных болтов корпусных деталей поршня Underdrive. После ослабевания болтов поршень начинает болтаться, и это приводит к жёсткому срабатыванию пакета сцепления Underdrive. А так как пакет сцеплений Underdrive находится в нагруженном согнутом состоянии с первой по четвёртую передачу, то в работе трансмиссии наблюдаются жёсткие удары. Даже это может привести к обламыванию крепёжных ушек корпуса поршня Underdrive. После этого трансмиссия начинает хрустеть и шуметь. Эта проблема появилась на трансмиссиях A6, выпущенных с 2010 по 2012 годы с пробегом более 100 000 км. Затем корейцы спохватились и начали использовать резьбовой клей для фиксации болтов хаба пакета Underdrive. А вот на более свежих трансмиссиях пакет Underdrive сгорал из-за проблем с рабочим давлением АТФ. С состоянием этого пакета в нашем случае всё хорошо. У нас трансмиссия с автомобиля 2015 года выпуска и резьбовым клеем здесь и не пахнет. По пакету сцепления Overdrive участвует в передаче крутящего момента на 4-й, 5-й и 6-й передачах. Его износ обычно вызван снижением рабочего давления АТФ, а также в значительных пробуксовках в рабочих режимах. По состоянию всё замечательно. Обгонная муфта Low Reverse задействована на первой передаче и предотвращает движение в обратную сторону соединённых с ней элементов. На очень залюбленных трансмиссиях А6 встречается поломка этой обгонной муфты. Тормоз Low Reverse участвует в передаче крутящего момента на первой передаче и на заднем ходу, а также блокируется на нейтрале. То есть он работает не интенсивно, а поэтому долго не изнашивается. В нашем случае диски повреждены, но это последствия удара. Все три планетарных редуктора установлены в одном хабе. На практике они не изнашиваются, но длительная эксплуатация трансмиссии на АТФ с большим содержанием стружки может оставить на них неприятные отметины, что приведет к их замене. Ну что, разборка первого шестиступенчатого автомата от Hyundai Kia закончена. Серёга резюмирует. Трансмиссия довольно надёжная. В случае обращения с ней самые частые это откручивание болтов в корпусе и срезание шлицов у дифференциала полноприводных автомобилей. Прокручивание болтов можно легко отремонтировать, заменять только детали поршня и ступицы, соответственно и пакета фрикционов. Спасибо! Пожалуйста! Ну а если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные и классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км – к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».